Всегда задавался вопросом, что останавливает супергероев от захвата власти над всем миром. И супергерои это воплощение зла, такого мини-патриота. Большое кино. Такая вот история. Привет, друзья. Как писал классик, по ракетам и антиракетам, анти-антиракеты неслись. Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел замечательный сериал «Пацаны». Пацаны. Сюжет со спойлерами, так что будьте осторожны. А? Сюжет, да? Итак, хороший парень Хью прощается со своей возлюбленной, и на самом пике романтического расставания сквозь нее пробегает супергеройский и супергеройский герой под наркотой. Извини, надо бежать. Скорость этого нарколыги такова, что буквально разносит девушку на атомы. У пораженного Хью в руках остаются только ручки очаровательной возлюбленной. Робин! Сцена отличная и, можно сказать, завораживает. Далее к нему приходит некий бутчер по прозвищу Мясник. Как можно догадаться из его имени и клички, это брутальный брутал, секси и мачо. Ну, сука, обращайтесь. Мясник втягивает Хью в круговорот страшных событий, вследствие чего Хью становится членом команды, которая противостоит супергеройской Семерке. Семерка – это команда супергероев, как можно догадаться. На экране они добрые молодцы и молодцы, а в жизни эгоистичные сволочи, что, в общем-то, можно предсказать, увидав хитрый и коварный прищур главного из супергероев. А уж ухмылка у него, сразу видно, кто тут подлец. Кто хочет вкуснейший молочный коктейль? Собственно, весь сюжет – это противоборство двух команд. Команда супергероев и команда бутчера-мясника. Понятно, что силы не равны, но, как говорила героиня одного хорошего фильма, «У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба». Ключевая часть сюжета – это мотив бутчера-мясника. Он уверен, что патриот – это прозвище, или, как бы сказали, в наших около тюремных кругах, погоняло. И изнасиловал его возлюбленную, и бутчер мстит. Он уверен, что супергерои – это воплощение зла, и он должен их погубить. В финале первого сезона он узнает правду. Жена его добровольно изменила ему с патриотом и воспитывает его патриота-сына. Такого мини-патриота. Да простят меня, Макси-патриоты. А бутчеру она просто струсила говорить правду. Сплошные косяки, и нет времени их исправлять. Такая вот история. Сериал классный. И классный он не только потому, что в нем все хорошо прописано и поставлено. И не только потому, что он драйвовый, напичкан юмором и драмой, в довольно точных пропорциях и умело манипулирует зрительскими эмоциями. Все в нем на грани. Но главное, он заставляет задуматься. Те самые большие мысли, за которые я ценю большое кино. Главное здесь – это обратная сторона медали. Смотрите, силы добра – они за все хорошее. Мы за все хорошее, а вы за гад. Вполне эгоистичны и не всегда являются добром. Силы зла прикидываются добром как можно больше и даже много доброго делают. Но мотивы их корыстны. Стоит ли их за это осуждать, если с корыстным мотивом делается доброе дело? Над всем этим предстоит размышлять тебе, дорогой зритель. И главная тема – это человек. Насколько он уверен в своей справедливой борьбе, основанной на абсолютно ложных данных. Пора браться с этим. Я же не уязвим, идиоты, вы кончены! Бутчер начинает эту войну, кровавую войну, полагая, что является благородным мстителем. А по сути он нападает на супергероев, не имея для этого нападения никаких оснований. А ведь он главный драйвер войны. Не будет его, не будет и войны. Потому что поодиночке они – пустое место. Но, если собрать их вместе, получишь охренительных спайских омсов. Есть над чем подумать. Ведь наша зачастую яростная борьба за справедливость – это всего лишь отражение нашей искаженной оценки каких-то событий и фактов. Отсутствие полной картины. Или есть другая сторона этой же медали – желание закрыть глаза на творящуюся где-то абсолютно очевидную несправедливость. Такая тема тоже присутствует в фильме. Обычный такой банальный страх сопротивления. Ну кто его не знает. Очень хороший сериал. Я, признаться, всегда задавался вопросом, что останавливает супергероев от захвата власти над всем миром. Не сказать, что сериал дает ответ на этот вопрос, но хотя бы он его задает. В общем, рекомендую к просмотру. Начал смотреть второй сезон, так что буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, бусты, донаты – все это приветствуется. Ну и будьте здоровы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok